Приветствую вас, друзья! С вами канал Maros Live и в сегодняшнем выпуске обсуждаем новую новость Генерального консульства Чешской Республики о воссоединении семьи и сезонных визах. Не переключайтесь! Итак, на сайте Генерального консульства Чешской Республики появилась новая информация о новых правилах регистрации для подачи заявлений на отдельные цели заявлений на долгосрочные визы и виды на жительство. Касается это воссоединение семьи и сезонных виз. Внедряется новая система регистрации в форме жеребьевки. Кто не в курсе, ранее была внедрена уже такая форма. Она была сделана на рабочую карту вне программы «Квалифицированный работник». Кто не видел это видео, пожалуйста, посмотрите вот здесь. Так вот, регистрация будет осуществляться с целью назначения сроков личной подачи заявлений на период от 26 октября 2020 года до 22 января 2021 года. Среди всех поданных заявок Министерства иностранных дел Чешской Республики выберет путем жеребьевки и назначит для заявителей срок подачи заявлений на этот период. Будет ограниченное количество. Опять же, ребят, ничего на самом деле хорошего здесь нету. Если ранее можно было просто написать зарегистрироваться, конечно, сложно было это тоже сделать в последнее время в связи с этими всеми коронавирусами. И тяжелыми эпидемиологическими ситуациями. Но вот следующие квоты. 812 заявителей на долгосрочные визы, разрешение на проживание с целью совместного проживания семьи, то есть в последнее время семьи будет активно на этот период. И 116 заявителей на долгосрочные визы с целью сезонного трудоустройства. К жеребьевке допускаются только регистрационные заявки, поданные в соответствии со следующими правилами и терминами. Весь список я озвучивать не буду. Их там очень много техперечней. Какие документы нужны, тоже все там есть. Обязательно читайте эти ссылки под видео в описании. Основные моменты я выбрал. Значит, первый пункт это регистрация будет проходить в следующие дни и часы. Это очень важно. С 1 октября, то есть уже сегодня, до 15 октября, это первая волна. Каждый понедельник, вторник, среда и четверг в период с 14 до 15.00. То есть запомнили, да? Понедельник, вторник, среда, четверг с 2 до 3 украинское время с 1 октября по 15 октября. Это будет работать регистрация. 2. Предупреждаем, что заявители при регистрации должны соблюдать правила местной принадлежности, поскольку Генеральное консульство Чешской Республики во Львове стандартно принимает только тех заявителей, которые имеют регистрацию в его консульском округе. То есть это касается, внимание, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черновецкие области. Все остальные области относятся к Киеву. В Киеве пока этой формы не придумали. Но я не знаю, ребят, если уже Львов это все придумал, то будет, наверное, и в Киеве это. Надеюсь, конечно, еще пока это не ведется, но я не могу сказать точно, будет это или нет. Будем следить за этими новостями. То есть все эти области, которые я озвучил выше, могут регистрироваться во Львове. Все остальные только в Киеве. 3. Заявитель лично или его уполномоченный представитель на основании нотариально заверенной доверенности должен прибыть в Генеральное консульство Чешской Республики во Львове по адресу города Львов, улица Антоновича, 130А. Теперь лично каждый должен приехать во Львов, чтобы получить этот номерок. Но теперь дальше самое интересное. 4. Заявитель должен уплатить административный сбор в размере 1000 крон в эквиваленте евро наличным. На данный момент это 37 евро. Сбор этот не возвращается. После уплаты сбора заявитель получает контрольный талон, для чего нужно и приехать. 5. Подтверждение уплаты административного сбора с уникальным номером, который будет предметом жеребьевки. 6. Оплата сбора не дает права на назначение сроки подачи заявления на визу. 7. Ребят, честно, это, конечно, печальная ситуация, потому что, помимо того, что онлайн зарегистрироваться нельзя, нужно вам лично потратить время, потратить деньги, чтобы приехать во Львов и обратно опять же вернуться домой. Ждать нужно опять эту жеребьевку. Попадет хорошо, не попадет не совсем хорошо. То есть, вывод здесь один. Гребут деньги просто лопатами. Учитывая то количество заявок, сколько они могут обработать за весь период, 812 заявителей, то выходит приличная сумма только на воссоединение семьи. Ну, плюс еще 116 заявителей на долгосрочные визы по сезонной работе. Так что, такая вот незавидная ситуация, если честно. В результате жеребьевки зарегистрированные заявители напрямую не информируются по телефону, электронной почте или иным образом. То есть, никто ничего вам не озвучивает. Нужно самим следить за всей этой информацией. Информация о том, конкретно он выиграл жеребьевки или нет, а также конкретный срок личной подачи заявления. То есть, после того будет еще подача заявлений, если вы выиграли, если вы оказались этим счастливчиком. Будут опубликованы только на сайте консульства не позднее 23.10.2020 года. Консульство в этот же день также опубликует контрольные номера талонов, которые не выиграли жеребьевки для назначения срока личной подачи заявлений. Если участник, выигравший жеребьевку в опубликованный срок, не прибудет, то его регистрация пропадает. Вот такая вот веселая новость, которую я хотел с вами поделиться. Касается она Львовского региона. Будет ли это в Киеве? Не знаю. Будем следить за новостями. Обязательно этим поделюсь. Вторая новость, которую я хотел тоже с вами поделиться. Регистрация с другими целями, чем сезонное трудоустройство и проживание семьи. Озвучить хотел вам, что сейчас реально работает, что сейчас не работает. Итак, первая цель заявления – это рабочая карта, программа «Квалифицированный работник». Здесь пока, слава богу, заявитель не регистрируется, срок подачи назначает консульство и опять же регистрирует вас работодатель. То есть здесь пока все нормально. Рабочая карта вне программы «Квалифицированный работник». Прием заявлений приостановлен до дальнейшего уведомления. Пока не работает. Это на самом деле не очень хорошая новость. Конечно, когда они включат этот режим, неизвестно. Потому что отключили его еще с марта месяца. И много людей, я знаю, сидят с документами, которые уже, как правило, просрочены. Соответственно, нужно заказывать новый пакет документов. Это опять же деньги, растраты, нервы и так далее. Цель заявления предпринимательства также приостановлена. Сезонное трудоустройство, как выше озвучил, на основании жеребьевки, совместное проживание семьи. С владельцем настоящего разрешения на благосрочное или постоянное проживание в Чешской Республике. К сожалению, тоже на основании жеребьевки. Обучение по закону о пребывании иностранцев касается студентов. Регистрация через сайт. Здесь пока без изменений. Вот, ребята, такая информация, которую я хотел с вами поделиться. Не совсем, конечно, хорошие новости, но факт остается фактом. Всем, кто будет подаваться, желаю податься, зарегистрироваться, получить эти желанные номера, воссоединяться с вашими семьями, несмотря ни на что. Кто и как проходил регистрацию, обязательно делитесь своей информацией. В комментариях очень будет интересно почитать эту информацию от вас. Опять же, поделитесь своим опытом для других людей, которые будут смотреть эту информацию на нашем канале. Для того, чтобы большее количество людей увидело эту информацию, ставьте лайки, делитесь этим видео с вашими друзьями. Ну, а у меня на этом все. Увидимся в следующих выпусках. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.